Вот почему интернет у меня на телефоне быстрее, чем на компьютере. Ну реально, дайлап какой-то. Привет, как дела? Я Триша Хершбергер, и в этой серии «Сделай сам за 5 минут» мы покажем, как увеличить скорость. В смысле, скорость интернета. А пока не началось, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые серии. Для начала проверьте железо. Не хочется изображать службу поддержки вашего провайдера, но вот серьезно, модем перезагружать пробовали. Звучит идиотски, но на самом деле помогает. Посудите сами. Модем ваш работает круглосуточно, пингует интернет, забирает почту, показывает вам ваши любимые сериалы, обновляет соцсети. Не мудрено? Кое-что может и потеряться. Перезагрузка модема — это как уборка. Помогает избавиться от всякого хлама, который все время мешается под ногами. То же касается и компьютера. Если он пашет целыми днями, иногда стоит давать ему передохнуть. Окей, теперь о плагинах. Помните время, когда новую программу нельзя было установить, чтобы на браузер не скачалось какое-нибудь надоедливое расширение? Так вот, ничего не поменялось. Загляните в настройки плагинов вашего браузера. Там вас ждет много сюрпризов. Кстати, о программах. В автозагрузке вашего компьютера, вероятно, прописано множество ненужных приложений, и они, в том числе, могут снижать скорость интернета. Никогда не бывает лишним проверить меню автозапуска и выяснить, что же тормозит систему. Мы добавим ссылки на ролики, которые помогут вам во всем разобраться в описании к этому видео. Важно заметить, что все браузеры работают по-разному. Одни напичканы всевозможными крутыми фишками, другие можно как угодно настраивать под себя, третьи просто позволяют выйти в интернет. Если вы предпочитаете навороченные браузеры типа Хрома, они могут поджирать ресурсы. Попробуйте перейти на Safari Edge или даже Opera. Быть может, у них и нет массы всяких расширений, но прогружать страницы потенциально они будут быстрее. Вы мне скажете, ладно, Триша, я перезагрузил систему, выкинул ненужные плагины, перешел на быстрый браузер и все равно жуткие тормоза. Что я делаю не так? Возможно, пришло время обновить тарифный план. Многие даже не задумываются о том, какова на самом деле скорость вашего интернет-соединения. Чтобы сэкономить на абонентской плате, мы нередко жертвуем скоростью. За большую скорость иногда не жалко отдать лишние 10 баксов. Когда в доме один стримит сериал, другой смотрит наш блог, третий и еще бог знает что, ваша 25-мегабитная сетка может просто не потянуть. Если вы организуете стрим-трансляции, обязательно сравнивайте соотношение скоростей на закачку и отдачу. А какая в вашем регионе самая быстрая скорость? Есть у кого-нибудь оптовое локно? Эх, я вам завидую. Зацените и другие видео о том, как можно разогнать систему, а я с вами увижусь вновь на Сделай Сам за 5 минут.